Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 28 апреля 2023 года. На улице очень холодно, 11 градусов тепла, идёт дождь. Целый день, а уже время 2 часа дня. Посмотрите, как расцвели красиво мои вишенки. Это прелесть, это просто красота необыкновенная. Всё потихонечку зацветает и цветает, но завтра должно быть тепло. Так что на компот будет много зимой, потом замороженных я варю компот, варенье будем. Так, какие у нас изменения? Здесь вот изменений нету никаких. Зарастает всё травой. Ну, здесь у меня под помидоры, под перцы. Так, не было возможности мне пересаживать пока ягоды, клубники. Вот жёлтенькие цветочки ещё у меня добавились. Нарциссы отцветают. Всё, всё, нарциссы отцветают. Красавцы мои. Так, завтра, если дождя не будет, будем заниматься клубникой, пересаживать клубнику. Эту пропалывать хорошо, а вот поборозно буду убирать, пересаживать. Так, здесь вот малина от соседей прёт нагло, пускай остаётся. Кое-где кустиков пять может и оставлю. Ну, ягода силы набирает, надо рыклить срочно. А эту вот буду пересаживать, а то ходить невозможно. Вот как попёрла хорошо. Дождик полил. Так, посмотрите, мы поливали с сыном. Не то было. А вот после дождя, дождь есть дождь. Вот, где не досадила, досаживать буду. И цветёт понемножечку. Так, здесь надо картофель. Картофель буду я высаживать после 13 мая. Потому что нужно подготовить грядки. Здесь вот, может быть, завтра посажу кабачки под вёдра. Что-нибудь вот здесь. Кустик и вон там кустик. Так, здесь у меня морковка. Не знаю, на ленте. Короче, мука. Не хочу больше, на ленте сажать не буду. Эти ягодки набирают сил. Так, что у меня здесь? Вот у меня ежевика погибла в этом году. Я открыла и мороз. И она вся обмёрзла. И не отходит. Живой нету. Хотя вот эта ветка живая, видите, зелёная. Но почки не отходят. Без ягод мы будем. А снизу открыла уже намного позже. И она вон. И, главное, вся погибла. Вообще не буду укрываться. Пусть как хочет, так и растёт. А это вот у меня малинка. Поклон казакову. Хочется попробовать и ранний, и поздний. Обрезала не всё. Ягодки, которые я рассаживала, прижились. Очень даже хорошо. Так что без изменений. Не перебаливает. Будем кушать. Очень-очень. Даже много. А это вот скоро зацветут. Что-то они... Что-то в этом году всё рано цветёт. И цветы рано цветут. И сад рано цветёт. Мои розы отходят потихонечку. У меня каждый год такая проблема. Макушка отмерзает, а с корней идёт. Так. Ирга моя зацвела. Что-то да будет. Ирисы, мои красавцы, уже сказала, отцветают. Явно эта вишня красиво цветёт. Мои эти сладкие тоже отцветают. Скоро осыпаться начнут и исчезать будут. Я никогда не выкапываю тюльпаны. Никогда. В этом году уже зацвела наша хорошо. Хорошо зацвела. Вишни цветёт. И черешни цветёт в этом году. Чистенькая, хорошая. Обрабатывать надо обязательно. Грушка наша хорошо зацвела. Это здоровая грушка. Я её искупала травой. Рано-рано весной. И дерево вылечилось. Ну, ладно. А вот спаржа. Какая хорошенькая сила и набрала. Ну, вот я чего-то её боюсь есть. Не знаю. А хочется попробовать. В интернете посмотришь. Так её и едят хорошо. И мне хочется попробовать. Так. Сейчас посмотрим, что у нас сходит после дождика. После дождика у нас редисочка. Беленькая. Такая хорошенькая сходит. Ну, и там ещё нужно посадить редисочки. Вот полотен нужно подготавливать грядки. Так. Вот так. Чеснок силы более-менее набирает. Начал у меня сходить укроп. Который я сыпала вон они. Маленькие эти по снегу. Здесь тоже ягодки набирают силы. Сын здесь с головками рвёт прямо чеснок. Потому что мне здесь не на головке. Так что у меня ещё есть чеснок. Нужно отсадить на зелень. Это грядки для зелени. Почистую. А потом будем снова сажать. Салатик. Начал батун сходить. У меня, который даёт головки. Вот они, петелечки. Так, здесь всё заросче. Вот она моя спаржа. Второй кустик. Пусть цветёт. Это вот всё территория под картошку. Так, тепличку я уже вам показывала. Так. Здесь после 15 мая эта территория будет разрабатываться. Сажаться. Вот тепло было. Орех фундук. Ой, не фундук, а грецкий. Так, а эта дама цвести не хочет. Нектарина. Что-то я цветов на ней и не вижу. Не хочет. Может, немножко позже будет. Есть усохшие веточки. Так, персик. Персик тоже. Хотя, уже говорили. Должен цвести. Но тоже никаких признаков нет. Всё-таки, наверное, на 5-6 год будет цвести. А им ещё 4. Так что ещё, наверное, года два ничего не будет из персика. А груша засвела. Но груша, эта груша что-то ужасное. Надо, наверное, или отраву покупать. Вот посмотрите. Вот что с ней. Обрабатывала. Ничего не могу сказать. Я обрабатывала её. Ну. Цветочки отсвели. Ну, цветочки хилые, страшные. Чем мне её обработать? Что на неё навалилось? А какая-то зараза. И в прошлом году я обрабатывала от скручивания, от всего. Вон, листочки. Вон, видите, как позавернулись. Что это? Я сегодня в интернете поищу, что это за болезнь. У меня есть карбамид. Отцветёт. И я попробую обработать её карбамидом. Выхода нету. Вот это единственное дерево у меня, которое вот не пойми что. Он больной. Она, видно, что она больная. Вот. Я когда покупала, такое было хорошее. Ладно, отсветёт. После, как осыпется цвет, я обработаю ещё раз карбамидом. Хотя обрабатывали мы хорошо. Как сожжённая какая-то. Может, кто знает, мои дорогие друзья. Вон, видите, все красные поскручены. Напишите мне. Макушка ещё как-то более-менее. Вон, листочки. Видите? Вот. А низ. Это что-то уже с чем-то. Ой, ну. Эту я показывала. Красавца. Нормально всё. Косить пока не косим. Варенье варим, мои дорогие друзья. Так что ещё недели две мы в зарослях будем жить. И вот что-то яблоня как-то покручена, поверчена. Вот так вот понемножечку сад цветёт. Вот папа родник появился. Чуть не прошла я на него. Тоже какой-то лезет еле живой. А смотрите, сколько лезет его. Много. Что-то очень. Уже третий год. Никак не разрастётся. Ну, вот и всё, мои дорогие друзья. Показала вам я, какие у нас изменения произошли от начала до конца апреля. Работы много. Ещё цветочки буду пересаживать кое-какие. Заходите в гости. Как всегда, буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока.